Доброе утро коллеги, с вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда, 18 апреля и начинаем наш разбор как всегда с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели роста – это уход выше максимальных значений вчерашней торговой сессии, выше уровня 1.2414 и движение по направлению 1.2537. Ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях, которые были зафиксированы 12 апреля, на уровне 1.2298. По паре британский фунт-американский доллар также тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели роста – это уход выше максимальных значений, которые были зафиксированы вчера на уровне 1.4375 и далее движение на 1.7531. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях 16 апреля, уровень 42.32. По паре американский доллар – канадский доллар. На текущий момент тенденция нисходящая сохраняется. Ближайшие цели по снижению этого движения в области 1.2450, ну а ближайший разворотный уровень на текущий момент отмечаем на максимальных значениях, которые были зафиксированы вчера, на уровне 1.2580. Если пара сможет закрепиться выше данного значения, то вероятность восходящего движения, начала восходящего движения уже будет иметь приоритет с целями роста до 1.2633 и 1.2830 соответственно. По паре американский доллар – японская иена общее направление также пока остается восходящим. Цели роста – это движение в область 1.1779 и далее на 1.1859, а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях прошлой недели – это отметка 1.1665. Мы видим сформированный более похожая формация на боковик, поэтому общее направление остается восходящим, но пара американский доллар и японская иена уже вторую неделю торгуются в рамках узкого диапазона с диапазоном порядка 100 пунктов. По паре австралийский доллар – американский доллар тенденция восходящая также на текущий момент сохраняется. Ближайшие цели роста – это уход выше уровня 78.11, максимум, который был зафиксирован 13 апреля и движение далее по направлению 78.89, а ближайший разворотный уровень на текущий момент отмечаем на минимальных значениях 16 апреля – это уровень 77.51. Если австралиец сможет закрепиться ниже данного значения, то вероятно начало нисходящего движения с целями снижения до 76.46. По паре еврофунт на текущий момент тенденция нисходящая также сохраняется. Цели по снижению – это уход ниже минимальных значений вчерашнего дня и движение по направлению 85.86. В том случае, если еврофунт сможет закрепиться выше максимума 16 апреля, это область 86.69, то вероятно начало восходящего движения с целями роста до 87.47 и 88.33 соответственно. По золоту общее направление также сейчас остается восходящим. Ближайшие цели роста – это движение в область 1364 доллара за тройскую унцию, а ближайший разворотный уровень пока оставляем на прежних значениях – это область 1331 доллар за тройскую унцию. Нефть марки Brent вчера подходила к области поддержки на уровне 71 доллар за баррель нефти марки Brent. Уйти ниже данного уровня мы не смогли. Соответственно, тенденция восходящая у нас остается также в приоритете. Но сегодня мы видим уже торговлю выше максимальных значений вчерашнего дня. Ближайшие цели роста – это уход выше уровня 72.63 и движение по направлению 73.59. Данный восходящий сценарий будет актуален до тех пор, пока мы торгуемся выше минимальных значений прошлой торговой сессии, которые были зафиксированы на уровне 71 доллара 18 центов. По индексу DAX тенденция восходящая также у нас сохраняется. Ближайшие цели роста – это движение в области 12646 и 12916. А ближайший разворотный уровень отмечаем на минимуме, который был зафиксирован 16 апреля – это область 12375. По биткоину общее направление восходящего у нас также сохраняется. Цели роста – это уход выше максимальных значений этой торговой недели выше уровня 8500 долларов за один биткоин. Далее движение по направлению 9300 и 10000 соответственно. Ближайший разворотный уровень на текущий момент отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера на уровне 7785 долларов за один биткоин. Пока мы торгуемся выше данного уровня, основная тенденция в рамках часового и среднесрочного таймфрейма остается восходящей. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok